События знаковые и события ожидаемые. Появление обновленной BMW 3 серии. Появление нового автомобиля сейчас, когда некоторым автогигантам, мягко говоря, сложновато. Но BMW никогда не делала ни ширпотреб, ни откровенную дешевку. Концерн BMW не играет в сомнительные игры с трансконтинентальным объединением. Продукция этой фирмы всегда была, да и будет востребована. Серьезному. Совершенному автомобилю для большего авторитета не надо меняться каждый год-два. Серьезному автомобилю достаточно поправить обводы, довести образ совершенства до идеала. И вот теперь уже становится понятно, почему автомобили с бело-голубым винтом – это и харизма, и стиль. Безупречно подобранные материалы, грамотный дизайн и эргономика внутреннего пространства. Оптимальное соотношение электроники и стабильная породистость. Здесь в компании «Автопункт» возникает одно желание – стать владельцем BMW. И без разницы, на какой автомобиль упал ваш взгляд. При виде BMW любой серии понимаешь, что каждая серия найдет применение. Но сегодняшний гвоздь программы – это, разумеется, обновленная третья серия. BMW – это всегда вкусно, это всегда современно, и это всегда виллы конкурентам. Что сегодня новая BMW третья серия? Сегодня это, как всегда, непредзойденное качество, отменная управляемость, прекрасная динамика, превосходная эргономика. Все на самом высоком уровне, как всегда это было у BMW. Мы подвели, подвели линии капота, мы обновили формы, и почему-то машина стала, ну, с моей точки зрения, выглядеть солидно и классом выше. Классом выше всегда машина выглядела, да. Но такие черты добавили, скорее, агрессии какую-то, да, то есть больше динамику. Автомобиль выглядит еще более динамичным, даже в статичном состоянии. Ну, совершенно верно подмечено, что автомобиль выглядит классом, да, классом выше. Все-таки это заслуга дизайнеров BMW. Под капот заглянули, двухлитровый двигатель, самый надежный, из четырехцилиндровых. Но там под капотом что-то места хватает и до более серьезного агрегата. Совершенно верно. Кузов готов для двигателя, М-двигателя, V8, с великолепным просто мотором, с отличными характеристиками. То есть, восьмицилиндровый V-образный мотор, объемом 4 литра, мощностью 420 лошадиных сил. То есть, он, да, он может встать в это под капотное пространство. Ну, и, конечно же, знаменитые шестицилиндровые баварские моторы, объемом 2,5-3 литра, а также 3 литра Twin Turbo, потрясающий двигатель, мощностью 306 лошадиных сил. Все может устанавливаться в этот автомобиль. Как всегда, у BMW 3-й серии, пожалуй, самая широкая линейка двигателей. В этом классе. Мы знаем, что BMW, в общем-то, в рекламе не нуждается, как и фирма Автопункт. Вы, как всегда, надежны, как всегда, безупречны. Это же относится и к фирме Автопункт, и к BMW в целом. Совершенно верно. Более того, скажу так. Мы всегда находим, чем удивить наших клиентов. К примеру, сейчас мы запустили акцию, которая действует до 31 декабря, беспрецедентную. То есть, покупая BMW 7-й серии, в исполнении Long 750, мы в подарок даем BMW 1-й серии. Автомобиль в подарок, представляете? Или, допустим, покупая Touring 3-й серии, правда, еще до рестайлинговой в подарок, идет снегоход. Взрослый, современный снегоход Polaris. Ну, BMW никогда не выглядело дешево и не стоило, скажем так, как малолитражка. BMW всегда это стиль, это стиль бизнесмена, это стиль все-таки, в том числе и элитарности. Почему нет? Особенно учитывая эти замечательные двигатели, которые мы перечислили. Но каждый бизнесмен сейчас, а особенно сегодня, считает деньги и предпочитает брать в кредит. Что сегодня концерт BMW предлагает? Ну, во-первых, конечно же, выгодные варианты покупки в плане кредитования. Сейчас мы запустили BMW Bank. Банк, наш собственный BMW-банк, который в содействии с СССР «Женераль» работает. Прекрасные процентные ставки, очень удобные условия. Рассмотрение здесь на месте происходит, не нужно документы никуда отвозить. То есть человек может подать заявку и получить принцип кредитования. Что касаемо автомобилей для бизнесменов, ну, я бы сказал так. Третья серия BMW сейчас входит в десятку самых популярных продаваемых автомобилей в Европе.